привет ну интересно как заклеено было giant у нас тут алюминиевый extc что-то там один сидушка собрана ручку под сиденьем это мне нравится первую подседельник тоже кстати двухболтовый два болты расположены иначе и микрорегулировки тут как таковой нет только пошлица можно переставлять наклон сиденья чтобы настроить под себя сидушка плотненькая очень интересная фактура тут такая чтобы было какая-то скажем какое-то сцепление но при этом ничего не рвалось интересно сделано не сильно широкая но и не сказал бы что сильно узенькая такая средняя сидуха достаточно длинная выходит хоба так педаль к у нас там есть а педалек у нас по идее быть в комплекте с таким великом не должно и либо если они есть то это совсем вот такие пробнички чтобы территории магазина прокатиться попробовать что да как но не более того офигеть комплекте идет оба убежала одна баночка две баночки вот такого герметика такой выглядит как будто он немножечко был или может быть протек конечно где-то на складе нет не протек здесь вот пожалуйста все так сказать герметично закрыто но и до весны сейчас заливаться не будет вот такой талму твои огромный я помню тоже когда giant покупал себе у меня тоже там такая книжка толстенная была ну какие-то еще дополнительные инструкции здесь лежат звоночек кайфовый статью дженту да он звонки вот видит такой же лежит две катафотки понятное дело кому надо тут можно поставить и некоторое количество хомутик и специальный ключик для того чтобы откручивать золотнички и вот не пили вот это я понимаю giant прилепили защиту петуха защиту кронштейна чтобы кронштейн не был согнут такой толстенный слой картона что эта вещь работает судя по тому насколько она помятая она там вполне себе справлялась с какими-то ударами судьбы да и коробка скажем так поездила по стране то же самое был приобретен велосипед в через marketplace удобная штука доставка типа бесплатная получается для клиента поэтому пользуется спросом вот ты многие магазины потихонечку переползают на marketplace и так где еще что что откусить что еще отломить можно здесь толстым хомутом просто картон в которой упакована покрышка покрышка в картон упакован чувствуешь подход к вопросу тоже упаковочка втулка шимана с болтающимся колпачком но очевидно это втулка шимана на промышленных подшипниках чтобы не так часто встретишь крутится еще обалденно но ось стальная то есть . у нас будет весить немножечко больше чем могла бы весить допустим какая-то китайская втулка но также на промах хмуты какие-то не очень если честно слишком пересушенные мне кажется ну я к тому что почему я их выбрасываю я знаю что ладно вот этот сохраню так я знаю есть ценитель среди зрителей вторичного использования хомутов и подобных штук так тоже просто толстый картон при упаковке этого велика значит использовалось большое количество картона причем качество этого картона но такое приятное но и вот такая вот бумажка до с одной стороны бумажка здесь что-то типа полиэтилена пленочка наклеена такая она мягкая приятная на ощупь может не полетели но так а вот знаешь типа вот как наклейки делаются такое же ощущение от моей точно скользкая и когда вот она елозится по вот этому блестящему обалденному цвету цвет действительно вкусный очень вкусный не знаю камера вряд ли передает но он так кайфово искрится такой серенький но он при этом искрится прямо в живую смотрится просто бомбически не знаю как они его назвали но смотрится он действительно как бы на все деньги которых этот велосипед стоит так резина у нас стоит максис рек нрейс у максиса есть нюанс так сказать в м резина у них может попадаться мягко говоря кривая это есть и на меридовских великах и на велосипедах других производителей так что будем посмотреть как это что здесь получилось она может быть слегка кривой с магазина потом ты заливаешь герметик проходит некоторое время эксплуатации или даже хранения и резина начинает развозить она начинает становиться очень кривой ну накачаем посмотрим герметик у нас в комплекте есть с этими колесами соответственно они могут быть собраны бескамерная лента здесь стоит джайантовская не помню отрывал ли от своих колес эту ленту но суть в том что она там очень толстая толще чем-то лента тесса которую я использую и уж точно толще той ленты которая продается у китайцев под брендами за тто и около того ну именно то что солишки можно заказать толще чем так называемая черная вот эта лента для электроизоляции или я не знаю за какой-то электроники в общем у джайанта классная лента для ободная лента для того чтобы собирать бескамерные колеса мне она лично очень понравилось и когда мне пришлось свое время ее снять я прям очень не хотел этого делать потому что ну создает впечатление очень качественного продукта работает не подводит нужно много раз снимать ставить колесо никакой краешек там не задерется и так далее он продолжает работать грипсы грипсы здесь можно сказать самой простой скучной формы но не очень толстая сделаны прям ну реально грипса толстая взрослого дядьку большой ручищей но без фиксаторов она очень мягенькая фиксатора здесь нет то есть рано или поздно это грипсы на руле может начать проворачиваться но есть там пытаться что-то прыгать если ездить спокойно то проблем опять не возникнет так смотрим что за тормозишки это что-то типа mt-400 наверное или ну я плохо запоминаю название модели и так далее до тормоза у нас шимана название вам сейчас прочитаю mt-500 то есть это считай что dior и считай что практически dior и по уровню на то есть у нас что тут интересного есть у нас здесь есть возможность регулировать расположение рычага то есть именно самого рычага относительно грипсы можем отрегулировать с помощью шестигранника в тормозах уровня от slx и выше здесь уже просто пластиковая крутилочка приделана в принципе при большом желании сюда тоже можно чуть подобное приклеить дальше у нас что там не видно что там у нас дальше хотелось мне углядеть внутри есть ли там но судя по отсутствию винта скорее всего да здесь сделано будет как на dior ках шайбочка стальная сейчас я все-таки разглядеть постараться разглядел и частично вспомнил что для меня редкость конструкция здесь такая же как у dior оговорился про стальную шайбочку она идет у mt-200 то есть я мечтал что здесь сделано будет какой мт-шек 200 стальная шайбочка которая от пыли хоть худо-бедно защищает но нет здесь стоит стопорное кольцо стальное как у обычных dior и как минимум там если планируете эксплуатировать тормоза много и хотите чтобы они служили долго и при этом катаетесь вы скажем не в идеальных условиях где могут случаться пыль и падение ручкой в песок то очень советую да хотя бы поролончик поставить по моему на канале было про 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 грязезащиту тормозных ручек в поролоном и про другие методы грязезащиты тоже было ну в общем для ресурса шимановских вот этих ручек имеет смысл и самое ради чего я все-таки включил камеру хотя думал ну типа зачем велик типа стандартный соберу и блин бог с ним все равно монтировать ничего не будут в общем ради вилки все это дело включил вилка giant я вот впервые ее руками щупы она пыльная мне даже интересно ее протирать интересно было бы когда-нибудь и когда-нибудь все-таки разобрать посмотреть что и как она внутри сделана были очень много но велик видимо долго по складам болтался колпачок воздушные пружины надпись air он сделан из пластика то есть мы видим недорогое решение от джайанта то есть скорее всего это вилочка будет достаточно легкой скажем то что ее сделала компания giant внушает надежду на прочность 34 ноги заявлены giant crest называется вилка есть регулировка отскока то есть это вилка на которой можно ездить какие-то трейлы и при этом чувствовать себя достаточно комфортно ну то есть для соревнований вполне себе должно подходить монетка прям очень приятно нажимается рычаг пластиковый здесь возможно металл но может быть и пластик не это металл вот эта часть металл сам рычажок пластиковый интересно сделано у сантуров ских монеток которые работают подобным образом есть прикол что они отбиваются такой стервенелостью было бывает просто попадаются что тебе может палец прищемить нижней монетка которая отскакивает здесь все пластиковое такое со скругленными кромочками работает она как пластиковая но при этом не внушает каких-то там опасений за то что тебе что-то там сильно прищемит а вот вспомнил как я нажимал то есть вот так вот рука расположена да нажимаешь и вот здесь вот кожа она складывается я так чпух монеткой подбивает но здесь за счет скругленных кромок этого эффекта нету но как на каких-то вилках я точно помню что получал по пальцу по по шкирке так сказать какая прелесть собран тормоз предварительно ну как обычно до проставочка стоит чтоб колодки при транспортировке не сошлись их не советую выкидывать их советую отдавать владельцам велосипедов потому что мало ли транспортировка какая-то будет лишь человеку полезным окажется вот эта упаковочная часть надеты резиночки стандартно для скажем шимановского переходничка что-то выемки под резинки есть для того чтобы все это ехало и не развалилась можно было бы спокойненько комфортно уютно собрать обода здесь тоже giant свои у них выпускаются без смещения то есть симметричный обод профиль у него вот эти отверстия маленькие есть в ободах они с одной стороны вроде как ослабляет конструкцию но нужны для того чтобы вода попадающаяся вот сюда вот не пиля могла выйти через обода то есть чтобы там водичка не стояла имеешь все это дело окислялась ну и понятно если вдруг около нулевую температуру катаемся если вода внутри обода замерзнет она может его даже разорвать такое маловероятно потому что конструкция открытая но тем не менее посмотрел на наклейки хотел было пожаловаться но ё-моё giant что что творишь почему у тебя наклейки такие убогие нет это защитная пленочка на каждый из наклеек то есть колеса намекают что сделано красиво культурно вынос тоже фирменный джайентовский причем что характерно если у большинства брендов таких допустим как не знаю возьмем возьмем куб ранних годов у них брендированные запчасти или если взять простые велосипеды типа старк это однозначно брендированные запчасти то есть есть завод который просто шильди клепит тул джайнт именно свое производство и вилка это не китайская вилка с надписью giant это именно вилка разработанная и выпущенная нам основным на мощностях giant самый большой завод производства велосипедов он собирает варит рамы полный цикл и выпускает компоненты для многих брендов то есть рамы они варят для многих брендов так вот что приятно на в нем наклейка на которой написано здесь байсикл из короче специально сделано для внедорожного использования и соревнований и это надпись на фоне того что допустим можно встретить в инструкциях от велосипедов спешал айзат ну по крайней мере когда я свои кровные заносил именно за спеш у них в инструкции было написано что в случае участия в соревнованиях ваш велосипед снимается с гарантии и типа при экстремальном использовании также он снимается с гарантии это было несмотря на то что велосипед был биг хит созданный для того чтобы кататься на нем экстремально и вот эта надпись это прям вот эта надпись это прям бальзам на душу то есть giant молодцы то есть они сделали велик для гонок они написали что он для гонок участвуй на здоровье пожалуйста если вдруг что мы решим твой вопрос и кстати к чести представительства российского когда у моего товарища с рамой giant случилась проблема них нет бессмертных железяк вот ну как есть а он спортсмен он накатывает много километров за сезон в тот период было прям что-то под двадцать тысяч если не больше украине по крайней мере учтенных и соответственно грамма не выдержала обычно как происходит ну ты пишешь производителю о том что ну допустим в случае с форматом как происходило здравствуйте вот такая проблема у вас там бракованный вынос так и тогда мы знаем что у нас бракованный вынос соберите необходимые документы как бы и мы может быть подумаем над тем чтобы поменять но выносов на самом деле сейчас нет но как бы ну мы подумаем и как бы ну идите в лес типа со своими проблемами случае с рамой рамой не выносом который стоит копейки условно там ситуация развивалась следующим образом просто живой пример ребята катайтесь на этой раме пока она пока мы не 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 родим вам замену когда родим вам замену мы вам напишем вышлите эту раму либо распилите ее и все и вопрос будет закрыт мы в ответом сразу же высылаем новую то есть там все вопрос решился буквально там как-то месяц ожидания пока в россию приедет новая рама и неделя пока оформит вот эту доставку там по мусдеком как-то пересылали туда-сюда вот пока вот с рук на руки неделю человек оставался всего лишь без велосипеда неделю ну это с учетом того что надо было разобрать собрать то есть отправлялась одлинильная рама а не целый велосипед как допустим триал спорт требует у тебя должна быть исходная комплектация если вдруг те же с рамой случилось все иди в лес поменял вынос иди в лес поменял грипсы иди в лес комплектация должна быть исходная это конечно крайности но вплоть до такого даже бывает доходит в отдельных случаях можно и с триалом договориться на замену рамы но вот как есть ну и к слову да к чести того же формата был у меня у знакомого на опыте случай что ребенок катаясь на самом маленьком формат 14 bmx и ну просто рама не выдержала и все кончилось что делать ну нормальный человек по гарантии обратиться естественно владелец обратился по гарантии у него документы все были на руках его естественно сказали что ну типа прости брата но типу это не ломается в этом об забор его сломали там неправильный ребенок катался и все такое короче обычная песня пытались слиться с гарантии но парень был в общем скажем так настойчивый достаточно и ну объяснил ситуацию скинул видосы что катается действительно ребенок ну там правда пацан был сколько сколько момент лет шесть или семь на на было ну то есть там никаких перегрузок по весу не было абсолютно в итоге в итоге спустя когда уже ждать перестали практически ему прислали новую раму без надписей то есть его по пьемов его предупредили при его предупредили что рама будет без надписи просто вот просто рама где там нет чё какая разница лишь бы вот ездить можно даром прислали поменяли и ребенок продолжил кататься прогрессировать развиваться так тут опять же мне не очень нравится как это все встает тут ну ладно это все будет регулироваться потом когда будет собрано управление монетка вот в этом месте выглядит как урок шокса очень похожая конструкция то есть хомут который обжимается вокруг топ кэпа и шайба в которой прорезь под трос не она тут все дело крутится кстати напомню что в . это 410 b на промах идет это типа самая бомжовская б бомж нет самом деле не так на промах . идет и даже барабан у нее на промах то есть шимана на промах это одна из первых тут вот от нее барабан фоточка нашлась в интернете на гуглилась то есть снимать ее перенастраивать нет никакого смысла то есть она будет как крутится хорошо так и будет крутиться причем официальная цена в россии оказалось у нее на данный момент с учетом скидки меньше 4000 просто пока вот искал вспомнить точно ли она на промах идет чтобы тут не соврать случайно ну и самому убедиться надо ли мне это снимать и разбирать да она на промах и да она блин у нее цена вполне себе привлекательная то есть эта втулка из разряда вот крепкая потому что осенью идет стальная и сделано там все скажем так с учетом запаса прочности так что если кому-то нужно пусть тяжелая да она прям тяжеленькая пусть тяжелая но что-то крепкая можно вполне рассматривать вот эту втулочку в качестве вот замены 148 какой-нибудь в которой сломалась осень на что-то покрепче супер кидрозащиты от нее не ждите то есть это считается уж им она самая бюджетная втулка на типа то что выпускается дороже да ну там идет на насыпных еще подшипников у них до сих пор есть модели дорогие ну типа крутится получше дальше смотрим еще что интересного также не проварен вот здесь вот участок нижней трубы для того чтобы через него проходили рубашки и гидролинии но заметь какая штука по сравнению с кубом который я уже точно знаю что выложил потому что я вот там смонтировал видео и она уже уже на канал загружена ждет публикации там вставлена была елка в моем джайанте а была одета скажем шумоизолирующая такая губка трубочка на гидролинию здесь всю дорогу будет брикатать и вариант от куба запихнутся с этой черной елкой то есть ерш туда запихнуть длинный очень бы сюда пригодился кареточка идет пресс-фит помимо того что для производителей нет необходимости нарезать резьбу у этих кареток у них теории должно быть все немножечко лучше с скажем так соосностью да потому что вроде как торцовка не нужна но по факту я бы не сказал что эти шатуны крутятся хорошо они крутятся заметно туже чем на том же кубе хотя это slx то есть что мы сами по себе подороже надо будет посмотреть как затянут винт вот этот с торца что-то я мне кажется не ошибся затянута тут явно больше одного и двух или двух ньютон метров да пожалуйста завода было перетянут этот винт регулировочный который сжимает подшипники преднатяг создает всего задача просто быть слегка закрученным вот просто до упора типа закручиваешь чуть-чуть поджимаешь и отпускаешь все закручиваешь просто чтобы он держался не выпадал то есть его задача просто выставить расстояние между поверхностями вот этими шатунов соответствии с расстоянием между опорными кольцами подшипников и дренажное отверстие заметьте не резьбовое отверстие для крепления какой-то приблуды на передний переключатель здесь переключатель отсутствует как класса и под него отсутствуют какие-либо площадки это именно дренажное отверстие что вода попадающая в подсидельную трубу могла вытечь спокойно выйти на уличку все вот теперь шатуны крутятся действительно так как должны крутиться с его вот эти винты после регулировки вот этой пластиковой гайки надо затягивать до усилия 12 14 ньютонов на метр причем затягивать лучше их поочередно там скажем сначала 2 до 12 потом 2 до 14 и да не путайте щелчок ключа он легкий со щелчком болта башку отломали просто недавно человек написал говорит я чуть-чуть затянул меня вынос стянулся щелчок не почувствовал как невнятный не знаю как можно не почувствовать щелчок байк-хендовского а это лайфлайн у меня ключа не байк-хенд он выглядит точно так же скорее что не тот же ключ ну вот в общем да бывает такое нужно когда не знаком ты с какой-то техника как она работает и вот начинаешь знакомиться и могут быть такие курьезы ну ничего страшного главное ничего не сломано вот то есть да я по несколько раз протягиваю винты потому что их два они навстречу друг другу один подтянешь вот этот ослабнет вот этот потянешь вот это ослабнет то есть надо плюс-минус одинаковое усилие сделать на 14 ключик настроен щелкает просто слегка щелк и все чтобы она не раскрутилась потом просто если не дотянешь раскручивается и могут испортиться шлицы если перетянешь что есть риск ну в самых первых версиях там срывалась резьба я не знаю сколько сейчас надо тянуть чтобы сорвать резьбу сейчас шимана вроде как получше сделали этот узел ну блин дал все вот система крутится так как должна вы естественно с учетом того что там сейчас куча свежей смазки и еще надо немножко разбегаться отлично калипер предварительно прикручен причем наживлен лишь на винтах он может свободно двигаться для того чтобы когда я ставил переднее колесо первый раз он не загнул мне тормозной диск на резьбу внутри вилки я тоже нанес небольшое количество смазки потому что ну как-то суховато мне показалось и с таким скрипом он там отвернулась что лучше мне кажется перестраховаться а я понял что надо сделать надо всю вообще полностью всю вот эту ось смазать почему мне так захотелось сделать потому что внутри втулки ось стальная и шанс того что это все дело вообще приятнее пользоваться когда ось без смазки и тут каждый сам для себя на самом деле должен решить как ему лучше как ему больше нравится потому что если уронить смазанную ось куда-то в пыли она просто покрывается песком то это дело запихиваешь велик и все потом становится с другой стороны конкретно у этого велосипеда ось стальная уве у втулки и вот на этой оси чтобы она просто не прикипела потому что есть куда попадет вода коррозия начнется внутри втулочки вот здесь вот она уже там какие-то намеки на нее есть ну потому что она остальная по-другому не будет не ждите по-другому так вот коррозия начнется и вот если ось будет сухая абсолютно то есть на ней не будет пленочки сейчас просто пленочку сделать я намазал и обратно протер там просто пленочка которая поможет потом если что выколотить эту ось оттуда хотя бы из этой втулки как какими-нибудь судьбами вот а влага попасть сюда может запросто при зимнем катании при хранении на балконе при эксплуатации в каких-то гоночных условиях когда мы ездим много грязи и после гонки деваться некуда велик флешка кончилась я надеялся что все будет хорошо ладно простите не знаю на чем я там остановился но суть в том что ось сейчас смазана и это жизненно необходимо для соединений стальной втулки с алюминиевой осью потому что рано или поздно вода туда попадет и возможность выкрутить это в будущем очень необходимо зачем-то сделано у джайанта чтобы край оси прям торчал из вилки не вижу в этом глубокого смысла но тем не менее сделано как сделано как она шоркает кривенько и все решил проконтролировать как собрана ответная часть ну на заднем колесе собственно ось здесь смазки это порадовало и внутренняя поверхность втулки в принципе выглядит тоже достаточно неплохо хотя там 8 внутри кажется алюминиевая очень похоже по цвету что алюминий колпачки стальные сделаны то есть заднее колесо в принципе можно было не снимать конкретно с этого велосипеда там все нормально смазано блин крутится она прям вот ну как нормальная втулка на промах кассета здесь у с м7 тысяч 100 она же slx под микросплайн кстати то есть на 12 передач приятная кассета на самом деле такая пусть это и не самый легкий продукт на представленный на рынке но блин выглядит она приятно ну и ресурсу не должен быть побольше чем у некоторых китайских хотя опять же кассета обычно служит раза в три дольше чем цепь так все это дело закладывается на место благополучно переключатель стать шума на x-ти так вот то есть не dior в круг может быть конечно лучше бы они поставили монеточки вот x-ти чем переклюк переклюк бы dior ски сошел потому что там у них преимущество разница в весе ну в общем как сделали так сделали монетку сейчас на том же озоне можно купить очень даже недорого чтобы прям вот прям супер-пупер кайфовое ощущение были ну там планетка отличается по большому счету наличием двойного сброса и ощущением от того как кликается так возвращаемся к теме трение задний диск тоже трется это следствие того что велик несмотря на такую толстую упаковку картонки и вот это вот все ехал с установленными дисками и они собственно говоря эту транспортировку не выдержались коробка повторюсь была знатно помятая то есть мне придется потратить некоторое время на то чтобы выгнуть их сделать их плоскость плоскость у них было чтобы он за колодки не зацеплялась превращение отдельное внимание хоть это уже не от этого велика но тем не менее педали такие когда-то у меня были на обзоре я их искренне считаю лучшим из всего что у меня был на обзоре прислана не того чтобы там люди покупали а именно то что было прислана на обзор потому что у меня это на кушере и они до сих пор живы на них уже покатался и я и моя жена но катались на них мы мало и мое личное мнение что они офигенные классные но в личку мне написал человек что вот ну без претензий за что ему спасибо адекватно взвешенный взгляд на мир у него они сломались корпус сломался то есть сам продавец который мне их присылал на обзор очень просил чтобы я сделал такой еще повторный обзор через некоторое время длительное тестирование так сказать что ему ответил что катаюсь я мало и я не подходящий образец для того чтобы проводить подобное длинное тестирование соответственно я педалями доволен потому что вес стоимость наличия в общем у них очень даже хорошее сочетание то как они крутятся то как они держат ногу возможности регулировать длину шипа то это все присутствует ну просто винт выкручиваем да тут стоят гаечки самоконтрящиеся с нейлоновой шайбой и вот просто винт выкручиваешь тем самым уменьшается длина шипа ну в особо в особенных случаях можно просто отрезать но варе возможности именно отрегулировать кручением длину шипа я сам пользовался потому что та самая зимняя покатушка трэш угар я был именно вот на этих педалях и и шип я делал максимально длинный чтобы он хорошечно держался за подошву моих ботинок я не знал насколько сильно она затвердеет на морозе использовал вот таком вот виде ну резьбу по классике смазал чтобы эти педали можно было спокойно потом открутить вот этой педальки он смотри тоже что по чесноку слегка есть не соосность все закручивая нам гуляет немного съесть не соосность у резьбы и самой педали двуручный меч я думаю что этим ключиком я буду пользоваться прям регулярно ну такой он прям если что со всей дури тянуть такой таким длинным рычагом нельзя и ну то есть надо понимать что вот что что вы творите и как вы это делаете так 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 живо хотел похвалить до что у него 44 варианта как можно ну четыре вариант под каким углом ты в итоге накинешься на вот эту лыску работает прям приятная штука кстати у этих педалей в комплекте еще и шайбочки шли чтобы не царапать шатуны но именно этим педалям они особо не нужны и потому что там лыска сделано правильно не будет сама по себе царапать шатны и запасные шипы тут тоже есть я кстати от своих педалей почему-то все это добро потерял помимо всего прочего бескарельные колеса позволяют ездить нам на меньших давлениях без шанса пробиться тем не самым чуть комфортнее чуть-чуть не чуть-чуть до цепления получше накат получше как это ни странно на меньшем давлении накат бывает лучше если мы говорим о движении по пересеченной местности то есть по плохим дорогам там вот так вот работает герметик я сюда не заливал повторюсь потому что сейчас зима и нет смысла держать там этот герметик он высыхает и раз в три месяца надо подливать свежий так вот сейчас я туда и просто не заливая никакого герметика пусть она до весны стоит накачано это до условных двух атмосфер да благодаря вот этой замечательной ленте про которую я говорил в самом начале об одной колеса ну плюс обода джайантовски сделаны правильно сделаны без всякого выпендрижа то есть есть ободья у которых профиль обода я не знаю давайте вот так короткий рекбез есть дорогие понтовые мажорные офигенные прям супер-пупер крутые ободе у которых профиль в среднем примерно где-то вот такой то есть у нас есть замки для этих для покрышки для того чтобы вот покрышка бортировочным шнуром сюда своим стало и вот у нас тут типа вот выходит покрышка она держится за это тус и все такое здесь сделана плоскость и это якобы называется бескамерным он действительно работает как бескамерно по моему мавик этим страдает не помню точно всех марок и названий в середине сделан узкий желобок то есть у нас очень большая площадь для того чтобы вот этот шнур когда мы заходим в поворот и действует очень большая смещающая сила мог сюда соскользить соскользить да и вернуться обратно то есть вернуться обратно когда давление воздуха тут будет будет на него воздействовать она вернет его обратно в некоторых особенно лютых условиях когда вот этот шрет делает так называемый когда брат в повороте там смещение идет заднего колеса и он так роет там прям рвет грунт срывается покрышка ее действительно можно сорвать когда шнур дойдет вот до этого места и воздух естественно у нас выскочит вместе с герметиком обычно это все сопровождается брызгами герметика и как бы разбортированным колесом и все такое иногда успевает захлопнуться обратно так вот вот это модно стильно но я искренне по моему затр те самые модные классные бода делает именно так на искренне не понимаю на фига это делать потому что есть беда же без замковые карбоновые ободья у них вот так вот сделано я даже сейчас очень сильно крупно нарисовал давайте примерно в том же масштабе попробую изобразить так раз вот так вот у них сделано разница в чем во первых вот нет замка то есть бортировка в принципе держится за счет натяжения шнура как он лежит вот на вот этом месте но есть вот здесь вот упор который не позволяет шнуру в повороте легко соскочить в этот проем проем при этом достаточно широкий сюда поместится дважды шнур сюда помещается обычно полторажды шнур то есть бортировать вот эти ободе тяжелее потому что когда там два шнура их просто тяжело бортировать но у них огромный плюс ты когда начинаешь накачивать через ниппель установленные давление в это колесо эти ободе гарантированно легко захлопываются вот такие могут выпендриваться то есть тут приходится повозиться но зато потом в эксплуатации вот такого плана обод с вот таким вот выступом буртиком они бывают и карбоновые алюминиевые но она алюминиевых обычно все-таки сохраняется вот этот замок второй который удерживает дополнительно шнур и делается он для того чтобы при скажем меньшей толщине стенки оставить вот эту поверхность куда будет прилетать удары будет прижимать к ней покрышку что покрышку меньше пробивала на карбоновых можно саму стенку сделать очень толстой и опять же тем самым снизить вероятность пробоя то есть доехать гонку когда цель доехать гонку бог с ним что будет побит карбон бог с ним что вот этот замок загнется зажмет шнур его потом будет тяжело вытащить главное доехать гонку то есть смысл там в этом то есть вот эти ободе вот этот мне, честно говорю, не нравится. Но они почему-то стоят дорого, рекламируются, наверное, хорошо, и поэтому продаются и покупаются. Ну, сейчас баловался немножко задним переключением, смотрел, как это все работает. Работает оно из коробки плохо, и у Куба там все было идеально. Но тут надо замечание очень важное сделать. Это 12 передач, а там было 11. И 11 всегда работает точнее. Ну, при прочих равных, когда там плохая рубашка, сделана вот такая вот сгагулина подвод. Вот, заметь, производители в свое время, раньше выход, ну, место, куда заходит рубашка, был вот назад. И все время петля была очень большая, и перегиб этот все производители, точнее, в тот период производители понимали, что это плохо, это дополнительное трение вот в этом изгибе. Но он был вот так. И SRAM сделали в свое время революцию. Они там сделали передаточное отношение другое. Они сделали ввод рубашки под углом вот под таким. И в тот момент, в тот период, было модно прокладывать рубашку по верхней трубе, по нижней ее части и по верхнему перу. Таким образом, рубашка шла почти по прямой линии. Вот это все расстояние. И трение троса о стенке рубашки были минимальные. Ну, то есть, она не... Не было вот этих изгибов. Да, понятно, что сама рубашка там где-то чуть-чуть перегибалась. Там, когда натягивалась, она все чуть-чуть играла. Но, в итоге, усилие на рычаг монетки было мизерным. И работало это прям очень кайфово. Здесь же, я не знаю, ну, наверное, все-таки... То есть, производители монеток сделали у нас правильный подвод. То есть, если сделать рубашку по верхнему перу, проложить, то подвод, смотри, почти по прямой линии. Не будет вот этого перегиба. Не будет лишнего трения. А сейчас модно, блин, прокладывать через нижнюю трубу. И вот это дело... Ну, в общем, ребята сделали нормальный подвод в переключателе. Другие ребята, блин, я не знаю, это дизайнеры, наверное. Не инженеры, дизайнеры. Придумали, что нет, мы будем заводить. Мы сделаем обратно петлю. Вот. Прям классное решение. Это как бы камень не только в сторону Джайанта. Все сейчас так делают. Практически все производители. То есть, ну, до свидания, логика. Покрышечка-то ровненькая, идеально ровненькая. Возможно, это такой фиговый Максис на Мериде ставится. И на чем-то еще я из брендов встречал прям кривущий Максис. Но я думаю, ребята, кто занимаются там регулярно всякими ремонтами, могут дописать кучу брендов. И, скорее всего, в списке не будет исключений, где встречаются кривые Максисы. Блин, какая изящность сделана. Вот хотел было пожаловаться, что снизу нет перемычки вот здесь. Из-за этого чуть-чуть страдает торсионная жесткость на разгон. Потому что вот в этом месте очень тонкое перо у нас получается. Но в остальном перья сделаны широкие. Звенят они, как будто это вообще фольга. Вот там баночка просто, знаешь, в которую напитки газированные упаковываются. Вот эта труба чуть-чуть толстой звучит. Ну, понятно, это XTC. Это все-таки контрийная рама гоночная. Она должна быть ледненькая, тоненькая. Вот за перемычку здесь хотел было поворчать. И вот здесь тоже. Ну, блин, настолько изящно приварено. Мне очень нравится. Я не знаю, почему. Вроде типа просто кусочек алюминия. Тут намного более интересное решение есть в плане трубы. В той формы, да? Ну, гидроформинг, который здесь применен. Здесь вот она такая более треугольная. Здесь она плоская для того, чтобы хоть это и алюминий, чтобы он хоть, ну, имитировал какое-то движение, да, там, в жесткости. Несмотря на то, что это алюминий, смещение его относительно, смещение покрышки вообще ничтожное. Но вот эти мелочи, это, ну, там, со самые-самые мелкие вибрации, там, вот, типа, вот, насколько сильно тебя будет трясти при движении по асфальту от того, как работает протектор по, вот, идеально гладкой поверхности или асфальту около идеально гладкому. То есть, вот, именно вот в эти моменты, вот, мелкая-мелкая вибрация, там, вот, эти какие-то, там, соточки, тысячные миллиметры, она вот именно вот в этот момент пытается работать. Но не факт, что она там здесь действительно что-то как-то проявится. В численных значениях, скорее всего, это будет ничтожно малой на уровне погрешности измерений. Ну, не суть важна. Ну, почему-то вот мне нравится, как сделано. Ну, просто-просто красиво. Не знаю. Ну, вот, ну, вот, не знаю. Ну, вот, ну, бывает тут, не знаю. Есть, может быть, что-то тебе нравится в твоей любимой женщине? Вот, какая-то вот мелочь, там, я не знаю, родинка какая-то или, там, как, как у неё радужная оболочка глаз выглядит. Ну, какая-то вот мелочь. Людям другим непонятная. Ну, вот, мне тоже вот здесь понравилось, как, как приварена косыночка. Вот, ну, понравилось и всё. Да. Оба-то, конечно... Ой, не оба-то. Тормозной диск-то, конечно, кривоватый. Ладно, будем ровнять. Ну, вот, ловлю на слух, где тормозной диск цепляет за колодку. Ну, я уже нагласто выставил калипер и знаю, за какую из этих колодок он цепляет. И, соответственно, отгибаю потихоньку. Гнуть можно чем угодно, лишь бы эта штука, которой вы работаете, инструмент был обезжиренный. Звук от колодок тормозящих такой, будто для МТ-200, хотя форма одинаковая. Другой сорт, именно вот материалы используются. Прям такой грубый, такой прям дерущий звук идёт сейчас от них. Ну, что ж, может быть, а может они какие-нибудь полуметаллизированные, металлизированные, так называемые. Неизвестно. Ну, в общем-то, МТ-500 себя в целом показывает намного мощнее, чем МТ-200. Несмотря на то, что МТ-200 там вроде и рычаг побольше. Здесь есть эта система, я не помню, как она называется, с роликом, в общем-то, дополнительным. Для того, чтобы там менялась рычажность в процессе нажатия рычага. Как бы странно это не звучало. Ну, вот и там ролик бегает, он там меняет рычажность. На самом деле, изменения не столь радикальные. И мощность, мне кажется, рождается не совсем здесь. У МТ-200 там сама ручка куда длиннее. Чуть-чуть другие, может быть, моменты работают. Мне что показалось, а вдруг это вот колодки. Хотя по спецификации наверняка одно и то же будет среди колодок. Диск вроде выровнял, не чиркал, да? Пару раз понажимал, опять зачиркало все. То есть есть какие-то там нюантики, которые надо еще исправлять. Вот он, красавец Dior XT. Ну, действительно, красивый переключатель внешне. Нет, смотрим, как оно работает. Ну, так уже чуть-чуть подтянул. Но все равно. Против 11 скоростей есть свои нюансы. В первую очередь вызванные эти нюансы будут попаданием грязи пыли вот в этот участок. Да, тросик этот зеленый. Мне лично не очень нравится, как он работает. Он довольно быстро начинает подлипать при попадании пыли. Голая нержавейка, либо нержавейка в тефлоновом покрытии скользит в таких условиях получше. И вот когда там начинает скапливаться грязь, он начинает подглючивать. Подглючивать. Потупее включаться с большей звезды на меньшую. Потупее подтормаживает, задумчивее становится. Ну и плюс неточность может появиться. Также из-за того, что немножко подсогнется лапка. Замечу, что если смотреть вот в этом направлении, ролики не стоят параллельно с завода. И если у тебя подсогнулась лапка, то тебе сделать так, как оно было, так, как оно должно быть, будет крайне проблематично. Потому что глазу не за что привязаться. Потому что из завода, повторюсь, она изначально не стоит ровно. И как сделать, чтобы оно стало так, как было с завода, для того, чтобы точно переключалось? Большой вопрос. И приходится экспериментировать. Я пока не смог разгадать эту загадку. Но если вдруг, когда подсгибается лапка, то есть относительно этого шарнира, может в ту сторону согнуться, сюда, сюда отогнуться. Ну, допустим, при падении, при каком-то, при ударе лапкой об какое-то препятствие, да, она может в ту или иную сторону подсогнуться. И вот приводить это дело обратно в рабочее состояние, задачка. На 11 скоростях оно может даже согнутое работать и включаться, и сильно не докучать своей согнутостью, так сказать. А вот на 12 скоростях надо, чтобы все идеально было. Тогда оно вот будет работать так, как сейчас работает. Один щелчок, одна звезда. По поводу монетки я тут сокрушался, что лучше бы сюда поставили переклюк Dior, а монеточку Dior XT. И монеточка здесь стоит SLX. То есть чуть-чуть-чуть-чуть не дотянули. SLX по ощущениям от Dior, вот именно вот этот щелчок, как оно срабатывает, он не отличается практически. Там звук может слегка от корпуса, из-за того, как корпус играет, резонирует, отличаться. Но по ощущениям в работе, ну, да не особо она там, разница есть. Да, у SLX есть взрос туда-сюда, вот тут работает. То есть можно и большим, и указательным пальцем переключать. Три щелчка заброс на больший размер звезд. Но у XT будет плавнее ход вот этого рычага, потому что там подшипник стоит. И у XT будет двойной сброс. Это что такое? Это когда мы большим пальцем нажимаем в ту сторону, она может щелкнуть два раза. То есть здесь надо будет именно вот бить по два раза. Но есть такой нюанс. Я за собой прям нередко наблюдаю, что когда ты где-то сделал ускорение сильное, да, то есть, ну, стартанул, допустим, то ты переключаешься обычно не на одну звезду, а на две сразу хочется переключиться. И поэтому пока вот у меня стояла монетка SLX, я постоянно вырабатывал привычку долбить дважды вот это вот. То есть при переключении, когда ты разгоняешься, ты сделал два мощных оборота на какой-то крупной звезде, два раза ударил по монетке, она проскочила, то есть две звездочки, ты еще раз двойное ускорение сделал, два раза поработал, ну, чтобы велик быстрее разгонялся, потому что один оборот здесь, потом один оборот здесь, один оборот здесь, теряешь время на переключение. То есть тратится. Поэтому вот два раза бьешь. И, то есть, на одной велике у меня стояла монетка с двойным сбросом, когда ты на маленький флажок нажимаешь, он сбрасывает на две звезды, ну, два щелчка может сделать. А на другом один щелчок. И вот этот один щелчок, он, когда ты привык к хорошему, он так это раздражает, если честно. Ну, вот ездить на этом, конечно, можно. Вот работает все это дело прекрасно. В целом по велику вердикт, а, да, цепь шамановская, вот эта 12-скоростная стоит. Все оригинальные здесь компоненты. В целом вердикт по велику, ну, прикольная штука. Подсидельник может быть тяжеловать. Заменить его можно вполне на Китай карбоновый. Появится некоторое, ну, при таком вылете, допустим, когда он будет достаточно вытащен из рамы, карбоновые трубки все-таки более упругие. Появится какая-то, скажем, легкая амортизация. Демпфирования там не сильно много, но амортизацией это можно назвать. То есть, покомфортнее ехать станет. И вес скинется. По вилке только опыт покажет, что у нас это. Вилка из себя представляет. На самом деле, ну, анодировка, не скажу, что выглядит дорогой, богатой, супертвердой. Но, опять же, тут надо смотреть, что покажет практика. Это опыт компании Giant, первый в создании подобного изделия. Ну, надеюсь, он будет у них хоть сколько-то успешный. Сама рама, ну, должна ехать, потому что это все-таки опытный производитель. Хотя, на личном опыте знаю, что они тоже дичь могут спороть отвратительную. О, очень приятный момент. В отличие от того же куба, здесь я уже это в преимущество записываю. Хотя это было раньше нормой. Здесь обычный постмаунт. То есть, совершенно любой тормоз берешь, покупаешь. Пусть это XT будет, пусть это будет SLX. Неважно. Ну, захочешь сделать апгрейд. Хотя, повторюсь, что 500-ые тормоза, очень даже хорошие себе тормоза. Смысла их менять я вообще никакого не вижу. Но, мало ли, вдруг. Здесь стандартный постмаунт. Ты покупаешь комплект стандартных тормозов и спокойно стандартно его ставишь на свой горный велосипед. То есть, не надо там мучиться будет с подбором калиперы и прочей ерунды. Все, что надо на промах. Каретка, рулевая колонка, втулки обе. Хорошее оборудование. То есть, на нем хоть сейчас, пожалуйста, участвуй в гонках. Классный велик. Цвет просто роскошный. Прям перелив вот этот. Он просто конфетка. Ну, А, резина не кривая. Несмотря на то, что это Максис ОЕМный. Ну, тут, который предназначен для сборки велосипедов. Она не кривая. И это очень круто. Герметик сразу в комплекте. Хороший боевой велик. Пока. Да, все же ради вилки-то было. А я ее вам-то не пожамкал на вид. На видео. Жамкается просто роскошно. Прям вот чувствуется, что шасси у нее без перекосов. То есть, она нажимается очень приятно. Не знаю, как она будет в долгосрочной перспективе работать. Но жмякается она сейчас. В собранном виде. Прям очень кайфовенькой. Я прекрасно знаю, что это не показатель того, как будет работать вилка на трейле. Отскок у нее очень качественно регулируется. Я к тому, что ощущения от него не дурацкие. Будут там, не знаю, палку заколотили. Они адекватные. То есть, он плавно реагирует. Именно вот отскок нормальный. Не знаю, что они там внутри сделали. Может быть, там тоже какой-нибудь неразборный демпфер. Но прям очень адекватно она реагирует на крутилку. Блокировочку. Блокировка не намертва. Вообще не намертва ни разу. Я бы даже назвал это скорее не блокировкой, а платформой. Включением платформы. То есть, она просто становится сильно жестче. Именно гидравлическое сопротивление ощущается. То есть, это у нас не мертвая блокировка. Руки вы не переломаете, если вдруг поймаете какое-то препятствие при включенной вот этой щелкалке. Ну, вполне себе удобненько получилось. Теперь точно пока.